Сельхоз товаропроизводителей в Кустанайской области в этом году вновь ждут изменения в субсидировании. Окончательный вариант денежной помощи от государства еще не утвержден, но местные аграрии и животноводы уже активно его обсуждают. Однако, по словам председателя Кустанайского филиала Союза фермеров, уже точно известно, что инвестсубсидии на покупку оборудования и техники в 2018 году остаются прежними. Что касается субсидирования минеральных удобрений, в принципе, как и в прошлом году, будет субсидироваться 50% отечественных, 50% импортных субсидий. Единственное, что небольшие изменения происходят по нормам внесения удобрений, по видам и под какие культуры. Но это сейчас дорабатывается, где-то что-то, если даже упустили, Минсельхоз принимает, давайте, это самое, и до 1 июня мы как бы все это доработаем. Субсидии на гербициды казахстанские аграрии также получат 50% от их стоимости государство вернет сельхозтоваропроизводителя. Но если те будут четко следовать нормативам, рассчитанным, кстати, под каждую сельхозкультуру. А вот с субсидированием семеноводства пока не все ясно. Ясно одно, что если в прошлом году субсидировалась только элита, то в этом году уже принято, и это мы поддержали и просили, субсидировать не только семена элиты, в том числе пшеницы, но и первые репродукции. Такое в проекте есть, но там же и стоит, что субсидии будут за первую репродукцию выплачиваться при введении минимальных норм, где-то примерно 5 килограмм на гектар. Но еще раз говорю, это пока что проект. В этом году Минсельхоз запускает еще один вид поддержки – субсидирование процентной ставки по лизинку техники и закупу скота. Если, к примеру, сельхозтоваропроизводитель взял кредит на покупку трактора под 18%, то 10% выплаты этого долга будет выплачиваться из госказны. Таким образом, кстати, Минсельхоз хочет все субсидии перевести на подобный вариант работы. Дмитрий Гуренко и Татьяна Калюжная, РТН.